Вот почему я говорю, что это болезнь? Потому что в театре другой зритель. Потому что традиционный, интеллигентный зритель, о нём обычно говорят врачи и учителя. Из театра уходят. У них нет денег на это. Они не ходят. Не ходят. Ходят то, что раньше называлось вокзальной публикой. И эта публика потребовала другой драматургии и другой режиссуры. Мы народ книги. А народ книги оплачивает то, что народ книги всегда. С сильными переживаниями, большим страданием. Вот тогда рождается великая культура. Из больших страданий. А если, извините, по очереди тратим деньги, чтобы быть счастливчиками, не будем мы счастливчиками. Это какие-то другие люди на нашем месте. Как Ален Далес написал. Россия существует в мире благодаря великой русской культуре. Знаешь, мне больше всего жалко. Да все понимают, что Россия – это прежде всего её культура, а не только ракета. Культура и язык. Ну что мы без языка и без культуры? Мне больше всего жалко сегодняшних стариков. Когда-то в моменте истины прозвучал пронзительный монолог Евгения Матвеева со словами «Дайте нам умереть». Он рассказал о том, что случилось на его глазах с Георгием Юматовым. Я не помню, какой это год был. В колонном зале в приглашении было написано «Ветераны, наденьте ордена». Я надел. И вдруг вырывается Георгий Александрович Юматов. А я знаю, что у него орденов раз пять больше, чем у меня. Именно военных. Он малую землю прополз на пузе. Израненный. И у него нет орденов. Я ему говорю, что ты что, хочешь выделиться? Ну зачем ты так? Ты что, ордена украл? Ты их не завоевал? Зачем ты так? И у него сжала губа. Побелел. Побелели губы. Я говорю, что с тобой? Он говорит, я вышел из машины. Я знаю, у него была старенькая Волга. Старенькая. Он говорит, когда я вышел из машины, стояли молодые люди. Говорят, батянька, позвякай цацками. А он был в орденах. С орденами. Он говорит, я зашел в туалет, вот все снял. И вот, на! И вынимает из кармана. Вот здесь две. Вот ордена. Его оскорбили. Его унизили. А здесь было очень много героев войны. Женщины. Врачи, санитарки. Я говорю, женщины. Наденьте под этими люстрами ему ордена. Он стоял, губы дрожали. Гервы сдавали у парня. Дайте нам умереть. Тем, кто знает войну. Кто пережил. Не оскорбляйте нас сейчас. Дайте нам умереть. Вот так, с такой просьбой, великие мастера уходили из жизни. Не их время. Не их время. Их людей, составивших славу своего отечества. Не их время. Но самое невероятное начинается в моменте истины. Только сейчас.